Приветствую вас дорогие любители творчества! Доброе утро! Добро пожаловать в мою мастерскую, которая на время превратилась в вот такое на первый взгляд пиршество. И как вы догадались, сегодня я хочу рассказать вам о своем рационе и о некоторых продуктах, которые мы с Лешиком используем для своего питания. Я начну издалека. Как мы вообще пришли к такому рациону, о нем немножко позже, из-за чего все это произошло и получилось. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Как-то отмечая Новый год, наверное, года 4 назад, у меня заболел Лешик. Вот прямо на Новый год. То есть был праздничный стол, все было прекрасно и замечательно. Но после прогулки в центр, на Красную площадь, мы еле-еле оттуда доехали. Леша пожелтел, ему было очень-очень плохо и мы не могли понять, в чем же дело. Но спустя какое-то время полегчало. Кстати, легче стало от того, что Леша выпил мертвой воды. Какая-то дезинфекция произошла. Ну, не знаю, что произошло. Ему стало значительно лучше. И после Нового года он пошел к врачу. У него хорошая страховка на работе, где прошел обследование. И врачи сказали, что дала сбой печень. Почему дала сбой? Ответ был такой, что нужно исключить жирное и жареное из рациона. И вообще исключить майонез. В общем, мы стали задумываться о здоровом питании. И вот тут-то пошло-поехало. Мы купили мультиварку. Отказались полностью от жареного, соленого, острого. Естественно, от спиртных напитков. И так продолжалось где-то около полугода. То есть вот такой жесткий контроль своего питания. И вы знаете, мы перешли, вот когда мы перешли на все это, перестроились, нам больше не захотелось возвращаться к старому своему образу жизни. В общем, нам это все понравилось. Я сейчас выставила на стол, как бы, те продукты. Обо всех я расскажу поподробнее. Но это маленькая толика того, о чем я вам хочу поведать. Если тема интересная, я буду делиться, давать обзоры тех продуктов, которые мы покупаем. С магазинами мы тоже, как сказать, выбирая продукты в магазине, мы четко отслеживаем. Мы не просто так берем, а мы смотрим жирность. То есть мы смотрим, что в этом продукте, если там полно Е. В общем, от этого все, это полный отказ. И хочу сказать, я не знаю, у всех ли есть в городе такой магазин. Раньше он назывался Избенка, сейчас он называется Вкус Вилл. И вот большинство продуктов мы покупаем оттуда, из этого магазина. Их стало очень-очень много по Москве. И это большая радость на самом деле. Потому что то, что продается в супермаркетах, поверьте, задумайтесь, посмотрите, прочитайте. Обычно это пишется мелким шрифтом, чтобы это трудно было прочитать. Особенно людям, которые слабовидящим. В общем, все делается упор на то, чтобы нас отравить. Ну давайте я вот так вот подойду к нашему столу, к нашему шалашу. Как вы видите, мы живые люди. Мы выпиваем вино. И вообще, вот это первое, что бросается в глаза. Да, мы частенько, вечерами выпиваем бутылку вина. Ну это получается где-то по два бокала. Но вино мы пьем тоже правильное. Любим очень крымские вина. И сейчас перешли на сухие и полусухие. Вот одно из них я сейчас показываю. Это Инкерман, крымское вино. И вот совсем недавно Лёше подсказали в винном отделе. Это вино мы открыли совсем недавно. Это Джейран, азербайджанское вино натуральное. То есть, ну это чувствуется у Лёши, у моего вообще особая, как бы, чувствительность к химии, к химозе, как он говорит. То есть, выпивая это вино, он говорит, ничего не стягивает. Определенная терпкость, легкость. Там, по-моему, 9 оборотов. Сейчас посмотрю. Нет, 12. 12 процентов. Сейчас сфокусирую. В общем, вино хорошее. И не так уж и дорого оно стоит. Так. Даже не знаю, с чего начать. Ну, давайте начнем с творога. Вот вы видите сейчас творог на экране. Творог мы делаем сами. Я расскажу рецепт этого творога. И попробуйте. Это просто что-то изумительное. Вот я приготовила для вас кефир куряночка и молоко, белорусское молоко, стерилизованное. Видите? Без сухого молока. Вот именно из этих двух продуктов, кефир и вот это молоко, именно этих производителей. Потому что мы перепробовали много. Во-первых, выход творога выходит по-разному. Творог жесткий, мягкий, жирный. Ну, то есть разный получается из разного молока. Мы остановились именно на вот этих двух компонентах и делаем творог сами. Как это делается? А очень-очень просто и легко. В мультиварку выливается молоко и кефир. Все это перемешивается и ставится на 20 минут тушения. Через 20 минут эта жидкость откидывается в марлю и сито. Вот стекает вот такая вот сыворотка, которую я потом тоже пью. Она тоже очень-очень полезна. Почитайте о ней. Я ее не выливаю, а пью вместо воды. Леш не пьет, вот он для меня оставляет. Я могу даже делать разгрузочные дни именно вот на этой сыворотке. То есть целый день только вот эта сыворотка. Очень-очень хорошо. И все. Потом после марли творог выкладывается в какую-то посуду. И вот это мы кушаем. Попробуйте. Замечательный домашний творог. Вы такой не купите в магазине. А если и купите, стоит он дорого. А это свежайший-свежайший продукт. Обычно это идет у нас на завтрак. То есть я добавляю можно ложечку варенья. Кстати, я не взяла, уже стол трещит. Не взяла это варенье. Билловское. Это магазин Билла. Абрикосовое я очень люблю. Ложечку. Немножко. Но сейчас я ограничиваю себя даже в этом. Я вот добавляю мед. Опять же, мед вот этих производителей. Это братья из Чувашии у нас в Коломенском. Вот. Кому интересно, пожалуйста, пишите телефон. Мы покупаем мед у них неоднократно. Нам приходит смс, когда вот эти ярмарки по меду приезжают. Они вот приезжают по осени и еще в какое-то время. И здесь они потом скидывают нам смс, что мы приехали, павильон такой-то. Ну вот я специально держу здесь вот телефон и имейл даже. Можете с ними связаться. Девочки, мальчики, я рекомендую. Это натуральный мед. Потому что мед выбрать тоже как бы проблема. Кто не знает, как отличить натуральный мед. Это другая тема. Не буду на этом останавливаться. В общем, несколько лет мы, как говорится, добра-добра не ищут. Мы покупаем мед именно у этих братьев. И вот можно добавить ложку меда вместо варенья. Это все на завтрак. Или я добавляю еще вот орешки. У меня здесь грецкие есть. Или в прикуску вместе с творогом. Либо кушаю, запариваю сухофрукты. Здесь у меня, вы видите, курага, абрикосы сушеные. Чернослив, изюм. Все это запаривается. Можно в прикуску, можно смешать с творогом. Либо порезать как-то на кусочки. Я ем в прикуску все. И наливаю себе чашку кофе без сахара. Я уже чай и кофе пью больше, наверное, 20 лет без сахара. То есть я перешла на это. И я сейчас не могу пить кофе с сахаром. Я не понимаю вкус. И также чай. Единственное исключение. Я чай пью с сахаром только когда пью с лимоном. Вот это я не могу добавлять лимон в чай и пить без сахара. Вот это исключение. Исправил. И обычно творог, сухофрукты, орешки. Это составляет наш завтрак. Во всяком случае, я так люблю кушать. Еще могу отрезать себе кусочек пармезана. Вот тоже показываю пармезан, который мы покупаем. Здесь тоже определенное... То есть он жирный бывает и не очень. Вот Леша. Вообще Леша у меня занимается вот этим... покупками продуктов. Я в магазины, если честно, не хожу. Сейчас пытаюсь найти... А, вот. 32% здесь жирность. Вот я сейчас сфокусирую. Очень хороший сыр. Потому что сыры есть и 50, и 45%. Мы стараемся брать менее жирные. А еще есть сыр Холандер. Вот этот вообще... Но это не из твердых сыров. Это сыр, где 17% жирности. Поэтому, если вы следите за своим здоровьем, тоже обращайте внимание на жирность. И мы исключили вообще все жареное. У нас все делает мультиварка. Какая прелесть! Загрузил, посолил, и все. У вас все готово. То есть там тушится, там варится. Так, ну, плавно перешли к супам. Супы... Я вообще отказалась от мяса. Значит, Леша иногда раз в неделю ест кролика. То есть я ем рыбу, не могу отказаться. Тушеную, опять же, или запеченую, но не жареную. То есть у нас есть сковородка, но мы ею не пользуемся. Иногда на этой сковородке мы жарим сухарики, делаем. Вот для салата Цезарь. Вот. Сейчас, значит, все супы у нас, щи, борщи, и все варится на воде. Не думайте, что это невкусно. Я сейчас покажу вам вот такие супы. Продаются. Это вообще просто прелесть. В этот суп добавляется вода и пару картофелин. Картофель мы тоже очень редко едим. Здесь очень хороший состав. Вот. Чечевица здесь вот. Вот этот суп я показываю. То есть высыпается, очень хорошо подобраны здесь специи. То есть очень быстро и очень вкусно. Вот такой суп тоже этой фирмы. Вэли. Семь бобов. Вот. Прекрасный. Суп паста с овощами. Вот этой тоже фирмы. По-итальянски. То есть здесь добавляется только картошка. Леша иногда добавляет немножко, может быть, лука. Но если не добавить, тоже все будет очень-очень вкусно. Эти супы. Попробуйте. Попробуйте. Они стоят около 150 рублей. Но они того стоят. И все это готовим в мультиварке. Очень часто на них бывает скидка в магазине Билла. И вот когда такая скидка, Лешик затаривается прям вот этими супами. Потому что мы очень-очень их любим. Так. От чего мы еще отказались? Я полностью отказалась от хлеба. Тоже долгая тема по поводу хлеба, да. В чем вреден хлеб? В том, что он содержит дрожжи. А дрожжи это плесень в нашем организме со всеми отсюда вытекающими. Понимаете, да? Я перешла на вот такие хлебцы. Тоже определенных фирм. Вот такой хлебцы. Молодцы. Light. Очень вкусный. Здесь такие... Сейчас открою. Сейчас открою, покажу. Хрустящие, вкуснейшие просто. Можно немножко намазать сверху маслом. Я обычно утром, если это я немного, совсем немного масла. И кусочек сыра. И вот опять же кофе без сахара. Вот этот хлебец, он более такой плотный. Они тоже бывают с разными вкусами. Тоже хлебцы молодцы. Вот этот с томатом и базиликом. Очень вкусная, очень вкусная вещь. И я не хочу кушать хлеб. То есть, ну вообще никак. Уже, наверное, больше четырех лет я вот перешла на эти хлебцы. Молодцы. Сейчас я не практикую. А одно время плотно сидела на пророщенной пшенице. Это вообще, это просто такой энергетический заряд. То есть, вот такая пшеница для проращивания. Обычно продается, вот опять же, вкус вилл. Это Лешик уже покупал. Я в свое время покупала в киоске. Есть такие, лавка здоровья называется. Там вот эти все чаи для похудения. Для постройнения. Потому что слово похудение несет в себе болезнь. Поэтому выражаться тоже нужно правильно. Короче, для сбрасывания лишнего веса. Для здоровья. Тоже, как это, как ее готовить, да? Пустой. Сначала я ее замачиваю. Она стоит у меня где-то. Но если я вечером замочила, то утром я это промываю. Вот в эту вот тряпочку, которую я показывала в прошлом видео. Можно в марлю, в мокрую. Заворачиваю и оставляю на сутки еще. Утром проклевывается в этой пшенице такие росточки миллиметра по два. И вот это нужно кушать. Тоже, как бы, замачивать нужно немного. Потому что она потом прорастает больше. И это уже бесполезно. Вот, то есть, два миллиметра росток. Это, как бы, то, что нужно кушать. Попробуйте. Для очищения просто шикарная вещь. Кстати, еще, что я использую для очищения. Сейчас не взяла, но все же не упомнишь. Тут и так вот стол ломится. Для очищения есть еще семена льна, продаются в аптеке. И мука льняная. Но мука льняная продается в супермаркетах. Я предпочитаю именно семена льна. Я их перемалываю в кофемолке. И потом добавляю это в кефир. И вот на ночь, вот ложечка этого порошка семян льна в кефир. И выпиваю это очищение вашего кишечника. В общем, всю гадость это выводит из организма. Так, что еще хотела? Вот сразу-то видео, как говорится, не одного дня. Вот такой вот витаминный салат. Здесь редис, огурец, лук, яйцо, зеленый лук. И вот это мы заправляем либо маслом, вот опять масло не взяла, масло оливковое или... Ой, сейчас, девочки, принесу. Все-таки надо показать, чтобы раз уже заговорила, принесу, покажу. Вот масло, которыми мы пользуемся. Масло льняное, вот такое вот. Это вот для заправки салатов. Ну, в принципе, мы на дно мультиварки, когда что-то тушим, мы не пользуемся подсолнечным маслом. Масло льняное, вот такой вот фирмы. И масло оливковое, тоже вот такой фирмы. Все это мы покупаем, вообще достаточно, все это, конечно, дорого. Но у нас в магазинах часто бывают очень хорошие скидки. И вот в момент таких скидок мы затариваемся вот этими маслами. Оливковое, в смысле подсолнечное, повторюсь. Ну, во-первых, мы ничего не жарим, мы не едим жареного. А вот этими маслами мы пользуемся. Вот заправляем этот салат вот этим маслом. Либо вот таким йогуртом. Это греческий йогурт. Тоже из Вкуса Вилл. Избенка, магазин. Сейчас, вот видите, избенка. Ну, сейчас он называется Вкус Вилл. Очень вкусно получается. Таким же йогуртом мы заправляем и тот же салат Цезарь, допустим, с креветками. В общем, мы не заправляем майонезом. От майонеза мы тоже отказались. Вот когда у Леши случилась эта беда с печенью, присяду, ой, посмотрите, что за окном творится. Мы отказались от майонеза вообще. Просто вот напрочь. И легко заменили вот либо маслами, которые я вам показала, либо вот этой заправкой. Что еще я, вот когда мы делаем салат Цезарь, ну, опять же, Леша может с курицей, я не ем даже курицу. Ну, в основном делаем с креветками, чтобы нам не делать два салата. Леша-то ест креветки и курицу. Ну, в основном с креветками. Вот в этот йогурт я еще добавляю горчицу, специи сухие, какие-то вот травки. Кстати, куркума очень полезная, девочки. И сок лимона. И вот это все перемешиваю ложкой, взбиваю, как бы такая паста получается. И этим заправляю салат. Попробуйте. Это же просто за уши не оттащить. Очень получается вкусно. Просто очень вкусно. Так, то есть, отказались от майонеза. Вот такие грибочки мы тоже делаем сами. Я, если Лешика уговорю, это все, у меня в основном это делает Леша. Я ему очень-очень благодарна. Он очень вкусно кормит меня. Значит, это грибы Вешенка. Вот продаются вот в таких лоточках. И они готовятся опять в мультиварке. Если я уговорю Лешика, я обещаю вам, мы покажем, как это делается, и расскажем. Но это... Это... Ой... Это очень вкусно. Попробуйте, девочки. Так, ну вот, в принципе, в принципе, я вкратце, вкратце рассказала то, что могла вспомнить. То, что, как бы... Ну, вот, вот, какие продукты сейчас у нас были, да, мы решили показать вам, чтобы рассказать о рационе. Да, еще. Не подумайте, что вот эти орешки есть много... Есть можно много. Всего 30 грамм орехов. Мы купили весы. Я взвешиваю. Но это приблизительно... Сейчас вот здесь просто... Это приблизительно получается вот так. Вот это 30 грамм орехов. Вот это я съедаю обычно на завтрак. То есть 30 грамм орехов, творог, несколько плодов, там, допустим, две кураги, там, два чернослива, немного изюма. Еще финики. Ну, фиников сейчас нет у меня в наличии. Обычно, когда мы едем в Тунис, мы привозим оттуда тунисские финики. Их, конечно, здесь не купить в Москве. Это что-то. Если будем там... Хотя не планируем Тунис. Уже три года мы туда ездили. Как-то уже поднадоел. Вообще, кто собирается в отпуск в Тунис в этом году, не пройдите мимо. Кто не знает, купите несколько упаковок тунисских фиников. Именно которые на веточке. Таких фиников просто нигде не купить. Их свободно можно провести. С этим проблем нет. И вот, как бы, нужно контролировать вес орехов и сухофруктов. Потому что это высококалорийные продукты. За этим тоже нужно следить. Так, что мы еще едим? Вот такие вот... То есть, если это макаронные изделия какие-то, то только твердых сортов. Вот название фирмы читайте. Еще какие-то Леша покупает. Ну вот, пока выложил, мне говорит, покажи вот эти вот очень-очень хороший сорт макаронов. Но главное, чтобы они были из твердых сортов пшеницы. Макаронами Леша очень любит. Я балуюсь, но, как бы, не часто. Еще что хочу сказать по поводу сбрасывания лишнего веса. Я набрала за полтора года достаточно количества килограммов, даже при таком питании. А все почему? Потому что, ну, где-то полтора года назад меня сократили на работе. И я долго искала работу. Семь месяцев я сидела без работы. И потом нашла работу. Но работу по ночам. И вот работая по ночам, весь график мой сбился, естественно. И нарушился режим дня. То есть, я не могла делать зарядку по ночам, потому что я ночью работаю. После ночи я прихожу спать. Какая тут зарядка? Я попыталась, конечно, стала шалить сердце, потому что это громаднейшая нагрузка на организм. И решила отказаться от зарядки. И вот как только я отказалась от зарядки, даже при таком питании, я стала набирать вес. Поэтому вывод у меня такой, что не всегда правильное питание, ну да, позволит сбросить лишнее, но обязательно должна быть физическая нагрузка. Это обязательно. И вот сейчас, опять мне повезло, опять меня сокращают уже в этой фирме, и я опять остаюсь без работы. Но я этому несказанно рада, потому что я думаю, что проработав в ночную смену еще какое-то время, не хочу думать о плохом, но думаю, что это закончилось бы плачевно. Сейчас я начинаю приходить в норму. Уже больше месяца я не работаю, получается. Целый месяц я просто отсыпалась после этих ночных смен. Причем, когда я работала, я после ночи могла спать всего три часа. И так продолжалось вот эти почти полтора года. Представляете, ночь не сплю, прихожу домой, ложусь спать, сплю три часа, вечером мне опять на работу. И девчонки мне говорили, да, все придет в норму, будешь спать и по пять, и по шесть часов после ночной смены. Ничего подобного. Мой организм отказывался спать днем. И в итоге получается, что вот эти полтора года у меня хронически был недосып. То есть я спала, ну, работала два-два, то есть получается, что вот я только спала в выходные. То есть вот в эти два дня. Двое суток у меня получалось по где-то, ну, в лучшем случае, я спала четыре часа в сутки, да, получается. Это, конечно, не есть хорошо. Но это так, небольшое отступление. Сейчас я прихожу в норму. То есть опять возобновила я каждодневную зарядку. Помимо зарядки мы еще ходим по, ну, практически каждый день достаточно по 10-15 километров гуляем в лесу. И мой вес стал потихонечку снижаться. То есть вывод один. Питаться нужно правильно, это раз. Во-вторых, обязательные физические нагрузки. Обязательно нужно еще дышать воздухом, то есть гулять, помимо физических нагрузок. То есть заботиться о своем здоровье. Смотрите, какая красота. Вот. Так что вот вкратце, такое небольшое, вы спрашивали, расскажите о вашем питании. Вот я рассказала. совсем небольшая, небольшая часть того, тех продуктов, которые мы с Лешей потребляем. Если вам интересно, я буду еще рассказывать, потому что, ну, это длинная тема. И очень хочется мне показать рецепты, ну, тех блюд, которые мы готовим. Мы это, Алексей Дмитриевич. Вот. Что это очень вкусно? Это очень вкусно. Не думайте, что если вы не кушаете жареное, там, с добу. Кстати, с добу мы тоже не едим булочки. Вот это все исключение. Вот от чего я не могу отказаться, это от сладкого. Это вот шоколадки, это определенные конфеты, тоже не все выборочно. Я покажу как-нибудь, что Леша покупает. Вот это все. Это вот те сладости, от которых я не могу отказаться. Но что есть, то есть. То есть я не святая, я живой человек. Но тем не менее, все-таки следим за своим питанием и за своим здоровьем. И если я уговорю Лешика, я уже так подбрасываю ему, давай, говорю, покажем, давай вот расскажем, вот это вот блюдо вкуснейшее, вот этих грибочков. Если я уговорю, я сниму видео, как это готовится и как это вкусно. Это очень-очень вкусно. Ну вот, мои хорошие, не могу я охватить в этом видео и рассказать вам вообще все. Постараюсь сделать обзор тех продуктов. Кстати, по поводу хлеба. Хлеб тоже, если не можете отказаться от хлеба, лучше сами его пеките. Пеките, правильно я сказала? Выпекайте. Потому что тот хлеб, который продается в магазинах, это, можно сказать, не хлеб. Оставлю ссылочку, кому интересно, я нашла ролик по поводу хлеба. Это, конечно же, страшно. Я не думала, что хлеб можно второй раз переработать. То есть готовые батоны хлеба, которые уже выпечены, их потом размачивают и из вот этой вот массы выпекают повторно хлеб. Это просто какой-то ужас, какой-то кошмар. Вот. Я даже не зная вот этой информации, почему-то как-то на подсознательном уровне, что ли, да, отказалась от хлеба. И если уж покупать хлеб, бывает такое, что Леша хочет там вот с рыбой съесть, да, с какой-то соленой. Если семгу там, ну, как-то... Я-то ем вот с этими хлебцами. Ну, покупайте лучше в правильных магазинах. Правильный хлеб вот мы покупаем вот в этом магазине, где вот йогурты эти берем. Это вкус вилл. Все, мои хорошие, не буду вас томить. Если интересно, все-таки покажу этот рецепт вот этих грибочков. Ну, а на сегодня буду с вами прощаться. Жду ваши комментарии. Поделитесь своим правильным питанием. Может быть, у вас есть какие-то свои советы, что вы кушаете. Мне очень интересно будет почитать. И, пожалуйста, напишите мне, было ли вам интересно такое видео. Всех люблю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Будьте здоровы!